Новое видео выходит каждый день в 20.00. Я остался чести с ним поразговаривать. Наиболее тупого примата за всю свою жизнь я не встречал. Если, блять, дать банан обезьяне в зоопарке, ты получишь и то более какой-то дельный диалог, чем я получил при общении с Владиславом Павловым. Однако, давайте приступим к этому немного детальнее. Вообще, как узнать, кто состоит вот в этом вот змеином клубке? Разумеется, это не гласно, разумеется, это только моя формулировка. На самом деле, никакого клубка нет. Есть просто вот, знаете ли, объединение ютуберов. У них есть своя общая беседа, в которой они, ну, что-то обсуждают, чем-то делятся. И я уже рассказывал вам про вот конфы, GTA-самп ютуберов, как там все это происходит и так далее до этого. Поэтому, если хотите, то можете вот насчет этого все посмотреть. Почему же змеинный клубок именно Ярослава Брулева? Потому что именно Ярослав Брулев способен на высказывание вот какого-то своего личностного мнения. Вот только он почему-то все это делает. Почему-то вот только именно он. А вот все остальные, они просто примыкают к его мнению. Как было в ситуации со мной. Около года назад Ярослав Брулев выпустил разоблачение на меня. Ну ладно, не разоблачение. Он просто назвал ролик типа разоблачения на самперов. Там Мараз Шакур блокирует журнал в GTA-самп и так далее. В котором он нес полнейшую хуйню, просто полнейшую ахинею. Вот как строился его видеоролик. Я вам перескажу, если вы мало ли не видели этот 15-минутный шедевр. Там, разумеется, не все 15 минут были посвящены мне, а несколько минут было уделено Марасу. Вот там, допустим, где-то 10 минут уделено мне. И вот 5 минут Марасу или наподобие того. Это не имеет особого значения. Так вот, как строился его ролик? Он говорит какой-то аргумент, ему нужно его доказать. И он говорит типа, ну человек, ну он просто долбоёб. Ну просто долбоёб. И всё. И я, я без шуток. Я наполнимся, это прямая цитата из его видеоролика. Если вы мне не верите, то можете пересмотреть этот самый видеоролик. Найти у него на канале. Называется там что-то разоблачение на самперов. Марас Шакур блокирует там журнал в GTA-самп или паблик в GTA-самп, неважно. Так вот, а как же найти людей, которые состоят в этом самом змеином клубке Брулёва? Заходим на его канал. И справа в саб-боксе видим, во-первых, название моей подсоса. А во-вторых, видим тут Лайт Джокера, Мараса, Шакура, там, Данте и Павлова. Павлов, ну он, знаете, он не особо состоит в этом змеином клубке. Он просто примыкает вот ко всему этому мнению. А чуваки, которые могут поддержать нашего дорогого Ярослава Брулёва, это Лайт Джокер и Данте. У них, знаете, такая более-менее активная жизненная позиция, и они могут высказать своё мнение в случае, если их об этом попросят. Ну вот я конкретно про Лайт Джокера говорю. Про Данте я не знаю, он вот лично за спиной будет про тебя что-то говорить. А когда ты вот его спросишь, типа, а нахуй ты говорил за спиной? А он такой как-то отмажется, типа, блядь, ну я же за спиной говорил. Ну типа, ну вот я приведу вам даже пример простой. Он говорил за спиной то, что у Ангела Касада, что, блядь, Ангел Касада несёт полную гниль, вот эту вот грязь, всю хуйню. Это он всё писал мне. И просил мне передать, чтобы вот Ангел Касада заканчивал со всей этой гнилью, со всей этой шушерой. Почему он сам не мог написать ему? Я не знаю. Наверное, потому что он бы его разъебал, и всё, и он бы такой сидел... Эх, 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 меня заебали, блядь, пиздец, что делать? И просто понимаете, блядь, меня так бесят вот все эти объединения GTA-самп-ютуберов, потому что все эти, блядь, объединения GTA-самп-ютуберов, это ебаный парад лицемерий, где каждый, каждый друг друга ненавидит, но пытается вылезать как можно больше хуёв, как можно... ну ладно, не вылезать, а сосать как можно больше хуёв, вылезать как можно больше жопы для того, чтобы продвинуться вот по подписчикам, по просмотрам, по общей ранжированности, чтобы о нём каким-либо образом узнали. Именно поэтому я ненавижу Нефи, именно поэтому я ненавижу, блядь, Владислава Крутова. Я не знаю, что это за хуесос, но он постоянно трётся вот на стримах Брулёва, и я могу предположить, что это какой-то полнейший даун, блядь. Я не знаю, это дебил, блядь, лох, тупой попущенный даун, я про него чисто обмолвюсь тут, потом ничего говорить не буду. И это такой пиздец, господи, блядь, как же у меня горится всей этой хуйни. Я просто, блядь, не понимаю, и в самом деле, какие же кончные ебанаты вот состоят вот в этом вот змеином во всём клубке, блядь, имени Ярослава Брулёв. Это невозможно, блядь. Вот просто вот Ярослав Брулёв подсос из квад, я не знаю, как это ещё можно назвать. Разумеется, Брулёв, он и сам подсасывает более высоким чувакам, по типу там, я не знаю, Мараса, там, Делорензи, прочие чуваки. Это настолько пиздец, блядь, это просто пиздец. И вот знаете, чтобы никто не подумал, что он подсос, он сваливает это на других, он цитирует слова, которые говорят ему на других людей. Так было со мной, он сказал, что я, блядь, я нахуй подсасываю каким-то... Блядь, я нахуй, я... Да, блядь, мне настолько похуй на общественно, мне еебаный андеграунд, мне похуй. Я могу разосраться абсолютно со всеми людьми, если будет на то какие-то весомые... И мне похуй, я буду сидеть один. Потому что, сука, вы мне, блядь, нихуя не сдел... А что я-то вам могу сделать? Мама родная, блядь, да вы не представляете, нахуй. Вспомнить ту же ситуацию с Брайаном Фьюри, блядь, и так далее. Когда Марас Шакуру Брайану Фьюри, он нихуя не может сделать их, аудитория абсолютно не пересекается. Никаким, блядь, образом. А вот что Брайан Фьюри может сделать Марасу Шакуру... Ой-ой-ой, ведь чем больше твоя аудитория, тем ты слабее. Тем тебе будет хуже потерять какую-либо лояльность. Вот эти вот просмотры, вот эту вот всю хуйню, блядь, и так далее. И вы знаете, просто сейчас вот этот вот весь клубок, он перестал выражать свое мнение. Вот вместе с Ярославом Брулевым, вот как он перестал высказывать какое-то мнение, так и все остальные вот эти ебанатские подсосы, блядь, стали вот делать такую хуйню. Господи, блядь, какие же ебаные дауны. Я просто, блядь, не понимаю. Это полнейший пиздец, вот все ролики, которые выходили у Брулева, там, блядь, покупаю аккаунт, баню аккаунт. Да это хуйня для даунов. Тупой ты дебил, блядь. Что ж с тобой стало? Раньше к тебе прислушивали сампер по поводу каких-либо вещей, каких-либо сам ютуберов. А сейчас ты абсолютно жалкий, ненужный кусок дерьма. Ты абсолютно никому не нужен. Раньше у тебя был какой-то вес, Брулев. Ты собирал вокруг себя людей, и они тебя даже слушали. Но теперь ты абсолютно жалкий, ненужный кусок дерьма. Потому что ты проебал все, что... Вот эти твои выпуски новостей, они же сейчас ты их выпустишь. Они никому не нужны, блядь. Ты абсолютно ничтожный уебок. Какие все твои ебаные подсосы. Какие люди, которым подсасываешь ты, блядь. И нахуй тебя. И нахуй самперов с вашей послушной толпой. Сдохну ноунеймом, но не стану, блядь, вами. Потому что быть вами самое омерзительное, что может быть в принципе, блядь. Я не представляю, как живется ебаным хуесосом, которые, блядь, из дня в день просто подлизывают кому-либо вот эти вот, чтобы коллабы там с ними сделали. И так, да господи, это омерзительно. Это, блядь, невозможно смотреть. Вам, блядь, самим не противно от того, что вы делаете ебаные зашкоры. Ну в самом деле, блядь. Ну в самом деле, вы че серьезно нахуй? Я не понимаю, блядь. Лайт Джокер, отдельный кадр. Да и, блядь, остальные люди. Марас Шакур, блядь, вообще конченый еблоид. Блядь, абсолютно поганый даун. Я думаю, потом мы о нем еще как-нибудь поговорим. При желании, если вот будет какое-то время на этого дауна, можно будет сделать отдельный обзорчик. Я, блядь, забанил на Мараса Шакура на канале. Я не написал ему туда ни слова в своей жизни. Возможно, с основного канала в году, это, к 2017-18, спросил, как у него дела. Все. А я забанен со всех каналов, блядь. Даже со стримов за Дан Семена. Со всех каналов я, блядь, забыл. Возможно, твои модераторы великие, постарай. Ведь как же охуительно, блядь. Ваши подсосы. Блядь, просто когда у тебя есть какие-то подсосы, когда тебя смотрят ебаные подсосы, ты абсолютно не развиваешься. Ты замыкаешься в своем развитии и начинаешь снимать какую-то хуйню, лишь бы удовлетворить желание малолеток. Это невозможно смотреть. Это ебаный зашкор для ебаных даунов. Я не знаю, как вы спите по ночам, абсолютно. Мне намного лучше будет умереть ебаным ноунеймом. Но понять, что я не изменял хотя бы самому себе. Это, это пиздец, чуваки. Ну, в самом деле, блядь. Ну, я не знаю, просто, блядь. Возможно, да, вы неплохо устроились, да, вы зарабатываете неплохие бабки, блядь. Но это не стоит того, не стоит того, что вы, блядь, делаете. Как вы шкваритесь вообще, удовлетворяя желание ебаных малолеток. Там, как Влад Гантеля, блядь, наебывает. Это просто как Брулев-то, блядь, наебывает. Это пиздец, блядь. Это просто пиздец. Ебаная зашквар. Просто, блядь, ебаная зашквар. Клубка Ярослава Брулева, его, в принципе, не существует. Однако, все люди, которые сшиваются рядом с ним, это так или иначе клубок Ярослава Брулева. Которые после того, как достаточно напаразитируют себе подписчиков, уйдут к другому, более какому-то популярному чуваку. Все стремятся, естественно, подлизывать Делорензи, чтобы он там о них где-то говорил, чтобы как-то отмечал и так далее. Ебаная, блядь, дауна. Просто, когда ты не можешь ничего добиться своими силами, когда ты ебаная вторичность, приходится делать такую хуйню, чтобы тебя хоть кто-то заметил. И при этом, ладно бы ты высказывал свое мнение. Ладно, похуй. Но тут же это полнейший пиздец, чуваки, блядь. Это полнейший пиздец. Это дико стыдно. Я не знаю, как вы нахуй так живете вообще. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok